Сегодня в инфекционном отделении Брестской областной больницы находится около 40 пациентов с диагнозом кишечное расстройство. Кто-то паял немытой клубники, у кого-то классический завтрак с яичницей закончился вызовом скорой. Причем на больничных койках положенную неделю проводят как взрослые, так и дети. Давиться напал один из них. Молодой человек двое суток не обращался к врачу, пока к болям в животе не добавили стандартные для сальмонеллеза симптомы. С пятницы мне начался, ну с вечера начал болеть сильно живот, вот, поднялась большая температура, жидкий стул, и, ну, субботу целый день я пролежал, вечер пролежал, постоянно температура была, и уже ночью я уже не мог терпеть просто, и мы вызвали скорую. К сожалению, находятся и те, кто скорую вызывать не спешит, надеясь, что организм справится самостоятельно, и очень зря, потому что возбудителем инфекции может быть очень сложный вирус, который можно побороть только находясь в больнице. Кстати, несмотря на то, что заболеваемость с лимонеллезом по Брестской области сократилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост других острых кишечных инфекций не позволяет эпидемиологический фонд назвать стабильным. Так, за 5 месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в городе Брест, в Брестском районе, превышает в 1,8 раза. При этом рост заболеваемости произошел, главным образом, за счет ротовирусной инфекции в 2,3 раза. Хочется сказать по росту заболеваемости вирусными гепатитами А. На сегодняшний день это инфекция, которая происходит с поражением печени, но механизм передачи, который аналогичен таковой, как и при кишечной инфекции. И на сегодняшний день рост по городу Бресту, Брестскому району, произошел в 4 раза вирусных гепатитов А. По области Брестка это будет еще больше. Чаще всего жертвами ненавистных колик температуры и рвоты становятся пациенты в возрасте до двух лет. Зачастую это связано с несоблюдением мамами правил ухода за детьми. Довольно часто при кормлении используется не кипяченое молоко, не свежие компоты и салаты, а также не всегда обрабатываются бутылочки для жидкости. Ну а взрослые должны внимательно относиться к продуктам питания, особенно к птицам и яйцам, и не покупать их в местах несанкционированной торговли. У докторов на этот счет существует список так называемых золотых правил профилактики острых кишечных инфекций. Хранить пищевые продукты в холодильнике с учетом соблюдения правил товарного соседства и оптимальных сроков хранения. При этом если готовые блюда у вас остаются на следующий день, то при употреблении их необходима достаточно термическая обработка. Для заправки салатов использовать майонез только с производственного изготовления. При приготовлении продуктов необходимо обязательно как можно чаще мыть руки, потому что именно наши руки являются часто источниками микроорганизмов, обсеменяющих продукты. Кухня, на которой мы готовим, обязательно должна быть в чистоте. Любые крошки, любые пятна на кухне нужно рассматривать как источник микроорганизмов и бороться с этим. Полотенце меняется ежедневно кухонное, а ветошь, который протирают стол и моют пол, обязательно должна дезинфицироваться ежедневно и просушиваться. К сожалению, после перенесенной острой кишечной инфекции иммунитет против этого недуга не вырабатывается. Через год, а то и четыре месяца, наспех перекусив немытым яблоком, можно снова угодить в больницу с рецидивом. Однако своих детей вы можете обезопасить путем вакцинации против ротовирусных инфекций, которая первые два года поможет маленьким пациентам переболеть вирус в более легкой форме и избирать осложнений.